Строительные техники на перерез бросили жители дома номер 36 по улице Станка. С утра не увидели. Бульдозер выкапывает земли, чтобы освободить рабочим доступ к фундаменту здания. Жители не растерялись, вызвали на место представителей управляющей компании и полицию. Я был вынужден туда прыгнуть для того, чтобы туда приснать работу. Ну а как мы должны отстаивать свои права? Мы по-другому не видим. Тяжба жителей предпринимателя, выкупившего в 70-х подвального помещения, длится уже не один год. Представители сторон встречались и у самого дома, и в суде. Собственник хочет сделать дополнительный вход в подвал, где разместит салон-магазин со стороны улицы Маяковского. Жителей не устраивает, что от этого пострадает фундамент. В квартирах, рассказывают они, уже появились трещины. Мы хотим, чтобы вот этот котлован, который незаконно выкопан, был закопан и все было восстановлено в прежнем виде. То есть была положена плитка, которая лежала на данном участке. И человек, который приобрел подвал в нашем доме, пользовался тем имуществом, которое непосредственно ему принадлежит. В документах не оговорено, какой именно участок подвала принадлежит предпринимателю, указанные только доли. Собственники провели собрание и подавляющим большинством, более 70% голосов, решили, что земельные работы у дома запрещают. Мы не знаем, где его и где наше, значит, это наше общее. Мы не хотим на данный момент, чтобы без нашего согласия нам рыли братскую могилу. Вопросы есть и к документам, которые представляет предприниматель. Как в мэрии могли допустить земельные работы без разрешения собрания собственников, неизвестно. Этот проект предоставлен в администрацию как липовый, подлоговый. На основании этого вывода разрешения. Как мы можем верить каким-то строителям по поводу выемки, будем говорить, фундамента, когда проект на данный момент является фильтиной грамотой. Жители крайне недовольны работой специалистов администрации. Они не выходят на место, им все равно наши трещины. Он принес определенный набор документов, и они по этим документам дали ему разрешение. Второе, третье, четвертое, которые одно является продлением другого, при этом в каждом из них абсолютно разные формулировки, площади, да, то есть абсолютно разные документы, понимаете, которые как будто на разные помещения выдаются. Полицейские предложили предпринимателю котлован закопать. Тот обещал, но с оговоркой. Он снова пойдет в мэрию и докажет свое право на проведение земельных работ. А значит, тяж бы не закончится. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.